В эфире на Ульского телевидения информационный выпуск новостей в студии Алсу Щепотева. Здравствуйте! Новый фельдшерско-акушерский пункт прибыл в деревню Игровка 2 июня. Всего в рамках регионального проекта развития системы оказания первичной медико-санитарной помощи в этом году в нашем районе планируют установить еще 7 модульных ФАПов. В селах Отлегача, Савдебаш, Воеды, Ижбогвина, Сандугачий, Шудек. Модульный пункт представляет собой здание из бытовых каркасно-панельных конструкций. По словам работников подрядной организации, на установку и сборку конструкции уходит в среднем 2-3 дня. Мы очень рады этому событию, потому что в деревне Игровка был до этого очень старый аварийный ФАП, который обслуживал население двух населенных пунктов. Это деревня Игровка 82 человека и деревня Никольск 111 человек. В данных деревнях проживают значительное количество пожилых граждан, также дети. Поэтому данные события мы очень долго ждали. Сегодня, значит, первый этап. Пришли у нас, значит, техника, производится разгрузка. Завтра приедет другая бригада, уже модульный ФАП будет ставиться на место. После того, как ФАП будет поставлен, будут произведены работы по коммуникации. Это копка-колодца, шамбо. ФАП в деревне Игровка обслуживает 193 человека. Здесь оказывается, значит, необходимая первая медицинская помощь. Также производится патронаж на дому и введение профилактической работы. 2 июня в рамках республиканского благотворительного проекта «Продукты Башкортостана» с заботой о вас в наш район прибыла гуманитарная помощь. Акция прошла не впервые. Месяц назад 772 малоимущие и многодетные семьи, получающие ежемесячное пособие на ребенка, а также 116 остро нуждающихся, уже получили продуктовые наборы. На этот раз помощь предназначена тем, кто подал заявку в холл-центр на получение поддержки. После разгрузки наборов их доставят по адресам. Стартовала вторая волна проекта «Продукты Башкортостана» с заботой о вас. Наборы будут получать нуждающиеся жители нашей республики. Всего по республике будет роздано порядка 10 тысяч продуктовых наборов. Включать в себя они будут самые необходимые продукты питания местных производителей, такие как крупы, сладости, консервы. Янаульский район сегодня у нас получил 77 дополнительных наборов. И силами наших волонтеров первая партия продуктовых наборов была достаточно быстро роздана. При этом звонки на горячую линию холл-центра «Единая Россия» с просьбой о помощи продолжают поступать. И поэтому было принято решение о продлении данной акции. Волонтеры работают с учетом всех требований, которые предъявляются в настоящее время в масках, перчатках с использованием антисептических средств. В настоящее время работа волонтерского штаба продолжается. К нам продолжают поступать заявки от жителей пожилого возраста. И хотели бы напомнить номер телефона для обращений 8-919-149-29-90. В Роспотребнадзоре предупредили о необычном поведении клещей. Теплая зима поспособствовала тому, что насекомые проснулись раньше времени и начали активную жизнь. Последствиями их укуса могут стать такие заболевания, как клещевой энцефалит, эксодовый клещевой боролиоз, анаплазмоз и другие. В настоящее время в нашем районе за медицинской помощью с укусом клещей обратилось более 100 человек. Почти половина из них – дети. Если произошло присасывание клеща, необходимо его удалить правильно. Если нет такой возможности, можно обратиться в рабочие дни в поликлинику по месту жительства, выходные дни в приемный покой. Необходимо удалить клеща. Вместо укуса обработать 70% спиртом и 5% настойкой йода. И в дальнейшем отправить клеща на обследование. Это очень важно, потому что клещи могут, я как уже сказала, являться переносчиками как боролиозов, так и энцефалита, а также микс инфекций. Поэтому для определения тактики дальнейшей профилактики этих клещевых инфекций необходимо обследование клеща. Вирусный клещевой энцефалит – это острое инфекционное заболевание. Протекает с лихорадкой, с головной болью, с тошнотой, с рвотой. И чаще всего с поражением нервной системы. При позднем обращении может быть также и летальные исходы, и инвалидизация пациентов. Заражение вирусным клещевым энцефалитом может происходить при присасывании клеща, а также при употреблении сырого козьего молока. Также имеется случай заболевания энцефалитом даже не во время присасывания клеща, а когда клещ просто ползал по кожным покровам. То есть такие случаи тоже имеются. Эксодовый клещевой брелет – это также острое инфекционное заболевание, передается также клещами. Характеризуется поражением кожи при эритемных формах в виде покраснения на месте присасывания клеща, эритема более 5 см. Также с поражением опорно-двигательного аппарата и нервной системы при отсутствии правильного профилактического лечения от боррелиоза и при позднем обращении. При боррелиозе также могут быть и безэритемные формы, поэтому пациент может и не знать о том, что заражен эксодовым клещевым боррелиозом. На сегодняшний день по статистике зараженность клещей боррелиозом достигает каждый пятый клещ заражен эксодовым клещевым боррелиозом. Каждый тридцатый клещ заражен вирусом клещевого энцефалита. То есть не все клещи заражены, и поэтому мы должны обследовать их и принимать правильные методы профилактики этих инфекций. Период активности клещей начинается с конца марта месяца на территории Республики Башкортостан и продолжается до конца сентября-начала октября месяца. На территории у нас циркулируют два вида клещей. Это лесной и таежный клещ, эксодос рицинус и эксодос перцулькатус, которые являются переносчиками данных инфекций. Конечно же, наиболее пик активности присасывания клещей наблюдается с апреля по июнь месяц. Но, как я уже сказала, регистрируются единичные случаи обращения с присасыванием и в сентябре, и в октябре месяцы. Основным методом профилактики вирусного клещевого энцефалита остается вакцинация от клещевого энцефалита. Вакцинация проводится согласно национального календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям. То есть, обязательной вакцинацией подлежат лица, условия работы которых связаны с посещением лесных массивов. То есть, это геологи, нефтяники, охотоведы. Также вакцинация может пройти любой обратившийся человек. На сегодняшний день увеличивается количество лиц с присасыванием клеща именно антропургические очаги. То есть, лица, которые отмечают присасывание на территории своего жилища или на приусадебном участке. Начиная с периода активности клещей, в Янаульскую центральную районную больницу обратилось 133 человека с присасыванием клещей. Из них 46 детей. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года отмечается рост присасывания клещей. В 2019 году за этот период было обращение всего 99. Вакцинация проводится в рамках эпид-показаний бесплатно. Также бесплатно может проводиться некоторым категориям лиц. По показаниям она проводится. Поэтому по всем вопросам вакцинации необходимо обращаться к своему участковому терапевту. Вакцинация должна начинаться где-то в январе-феврале месяце. Дальше делается ревакцинация однократная через полтора месяца. И через год первичная ревакцинация. Для получения стойкого иммунитета против клещевого энцефалита на протяжении 5 лет. Также необходимо помнить о посещении леса, про неспецифические методы профилактики. Это соответствующая одежда, светлых тонов. Это, конечно же, использование репеллентов, средств которые отпугивают клещей. И, как я уже сказала, если произошло присасывание, вовремя необходимо обратиться за медицинской помощью. Также после присасывания клеща, если клещ оказался положительный, должна проводиться серопрофилактика. По этим всем вопросам тоже необходимо обратиться либо же к терапевту, либо же в кабинет инфекционных заболеваний. Серопрофилактика или введение противоклещевого иммуноглобулина детям до 14 лет после присасывания клеща проводится бесплатно. Управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения – одно из самых серьезных правонарушений. В отношении водителя, впервые севшего за руль пьяным, применяются сразу два вида санкций. Штраф 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок до двух лет. В случае повторного нарушения лицом, лишенным прав управления транспортным средством, в силу вступают куда более жесткие наказания. Автолюбитель привлекается к уголовной ответственности и будет должен уплатить в пользу государства штраф до 200 тысяч рублей. Янаульским районным судом 8 мая 2020 года вынесен приговор в отношении 37-летнего жителя города Янаул. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 264 Прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию. Судом установлено, что он, являясь лицом, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, будучи лишенным права управления транспортными средствами 21 марта 2020 года около 9 часов 15 минут, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем марки Land Rover Discovery и был остановлен сотрудниками ОГИБДД ОМВД по Янаульскому району. Подсудимый полностью признал свою вину в совершении данного преступления. Суд приговорил мужчину к штрафу в размере 100 тысяч рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на два года. Приговор вступил в законную силу. Ежегодно в летнее время работники все службы и организации города и района присоединяются к акции День чистоты. Занимаются уборкой близлежащих территорий, билет бордюры. 3 июня, вооружившись косами и триммерами, янаульцы вышли на покос травы. За час работы многие уголки нашего района заметно преобразились и стали ухоженными. По итогам проведения Дня чистоты по городу, вчера были задействованы 36 предприятий города. Фактически все предприятия так качественно проработали на данных закрепленных участках. В итоге, можно сказать, что частично придомовые территории многоквартирных домов очищены. Также жители северной части города, у своих частных домов в частном секторе, тоже участвовали в проведении благоустройства прилегающих территорий придомовых участков. Предприятия города провели работу по скашиванию травы в придомовых территориях, придомовых территорий многоквартирных домов. Также янаульские электрические сети и предприятия башнифти произвели скашивание участков на пойме реки, начиная, допустим, у предприятия Яновской электрической сети по улице Азина до пешеходного моста и предприятия Таргин-Ластик, вот это наше предприятие. Они скосили от пешеходного моста по улице Некрасова до границы электрических сетей на закрепленных участках. Хочу обратиться к жителям города Янауль. Нами, управлением благоустройства города, роздано населению уведомление о проведении скашивания благоустройства придомовых территорий в частном секторе. К каждому жителю положено почтовые ящики, некоторым из них вручено уведомление собственным на руки, то до понедельника надо завершить работу по благоустройству и скашиванию придомовых территорий. С понедельника уже специалисты управления благоустройства выйдут проверять и составлять протоколы о привлечении к административной ответственности за нарушение ст. 6.3 КОАП Республики Башкорстан. 1 июня свои двери распахнули музеи и библиотеки нашей республики. Однако сейчас они работают все так же в режиме повышенной готовности. Посетители пускают только в порядке очереди, соблюдая социальную дистанцию. В первый день лета детскую модельную и взрослую библиотеки посетили более 300 больших и маленьких читателей. За два месяца карантина многие из них успели соскучиться по печатным изданиям и поспешили сюда в поисках нужной литературы. Заметим, что после возвращения книги в библиотеку она не сразу займет свое законное место, а еще неделю проведет в обсервации и пройдет необходимую обработку. Все для того, чтобы сделать круговорот книг не только полезным, но и безопасным. С 30 марта по 11 мая мы, конечно, были закрыты, но тем не менее мы обслуживали своих читателей, работали в удаленном режиме через социальные сети. Также волонтеры-библиотекари по заявкам привозили, отвозили книги на дом. Не прерывалась работа. Поэтому сейчас с 1 июня уже официально мы открылись, обслуживаем читателей. Читатели наши очень довольные. Они очень соскучились по нам, и мы тоже по ним. С удовольствием обслуживаем, с удовольствием встречаем их. Наши библиотекари тоже очень даже довольны, потому что в удаленном режиме работать все-таки сложно. Пользуясь случаем, хочу пригласить своих читателей, пользователей наших библиотек, но только с одним условием – в масках, перчатках, полтора метра дистанции между посетителями. Приглашаем всех, мы ждем очень вас. Торжественное награждение «Знаками отличия физкультурно-спортивного комплекса готов к труду и обороне» прошло 4 июня. Первыми свои заслуженные награды получили самые юные янаульцы. Каждый из ребят сдал такие виды состязаний, как челночный бег, смешанное передвижение на 1000 метров, сгибание и разгибание рук в упоре и лежа на полу, наклоны вперед, прыжок в длину с места. Показавшие лучший результат получили золотые, серебряные и бронзовые знаки отличия. В этом году более 500 детей сдали норм ГТО. И из них 36 знаков золотых, серебряных – 132, и бронзовых – 173. И мы итогом этого года вышли на 11 место, Янаульский район. Это очень хорошие показатели, но мы будем стараться подниматься вверх. И приглашаем всех желающих, конечно, прийти в наш центр тестирования, ФОК «Юность» издать и выполнить все нормы ГТО. И это, пожалуй, все новости к этому часу. Далее эфир продолжит прогноз погоды. Оставайтесь с нами. Пятого июня. Пятого июня ожидается переменная облачность, возможно, небольшой дождь. Ветер юго-восточный 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха ночью плюс 10, плюс 12, днем плюс 18, плюс 20 градусов. По данным МЧС, в республике ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. В отдельных районах кратковременные дожди. Ветер восточный, юго-восточный 3-8 метров в секунду, днем до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 14, по северо-востоку до плюс 5, днем плюс 19, плюс 24 градуса. 4 июня. Памятная дата военной истории России. В этот день в 1916 году началась наступательная операция русских войск в Галиции и Буковине против австро-венгерских и немецких войск, разработанная генералом Брусиловым. В ходе наступления австро-венгерские и германские войска потеряли полтора миллиона человек. Брусиловский прорыв был назван самой удачной операцией Первой мировой войны, выдающимся достижением военного искусства. Внимание! В аптеках Фармленд феноменальный кэшбэк 10% на все покупки от 500 рублей. Скидки сохраняются. Приходи, покупай, экономь с Фармлендом. Кража. Злом. Нападение. Это можно предотвратить. Частное охранное предприятие «Шериф Авто». Надежная охрана объектов любого типа и уровня сложности. Проектирование и монтаж систем видеоконтроля и охранно-пожарной сигнализации «Шериф Авто». Наша работа. Ваше спокойствие. Звоните. 262-71. Янаульскому телевидению требуется видеооператор. Мы ждем коммуникабельного, технически грамотного и легко обучаемого молодого человека. Желание работать в дружном коллективе и покорять новые горизонты приветствуется. Янаульскому телевидению требуется корреспондент. Умение грамотно излагать свои мысли, иметь внятную речь и телегиничную внешность основные требования к претенденту. Янаульскому телевидению требуется корреспондент в отдел музыкальных поздравлений. Требования. Высшее образование, грамотная речь, хорошая дикция, знания татарского и башкирского языков. Справки по телефону 5 0402. С 12 мая в Башкортостане вводятся новые правила самоизоляции. Если вам больше 65 лет, оставайтесь дома с 18 до 6 часов. Дети младше 17 лет не должны быть на улице с 20 до 14 часов. Выходя из дома, наденьте маску, а в общественном транспорте и магазинах еще и перчатки. За нарушение масочного режима предусмотрены штрафы. Берегите себя. Территориальная избирательная комиссия Инаульского района сообщает о режиме работы в период подготовки и проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации. С 5 по 29 июня включительно в рабочие дни с 10 до 20 часов перерыв с 13 до 14 часов. Выходные и праздничные дни с 10 до 14 без перерыва. 24 июня с 16 до 20 часов. 30 июня с 9 до 14 часов. Участковые избирательные комиссии работают с 16 по 29 июня включительно в рабочие дни с 10 до 20 часов, выходные и праздничные дни с 10 до 14. 24, 25, 26 и 29 июня с 16 до 20 часов. 30 июня с 9 до 14 часов. Этот лес рос 250 лет. За два часа он выгорел полностью. Не оставляйте без присмотра костры. Не бросайте незатушенные окурки. Не жгите мусор и траву. Мы должны защитить лес от беды. При пожаре звоните в Единую службу спасения по телефону 01. Мобильная связь 112. При проектировании дороги необходимо учитывать все параметры. Разделить встречные потоки. Учесть скорость движения. Но прежде всего безопасность, конечно. Думаете, превысить на 10-15 км в час не страшно? Это те самые 10-15 км, которые могут спасти жизнь вашего ребенка. Или забрать.